Скажу, что выводы сегодняшней Венецианской комиссии, конечно, сенсацией не стали. Документ того решения, которое сегодня опубликовали, попал в прессу еще несколько дней назад, хотя он в целом закрытый. Сегодня, по сути, его просто озвучили, внеся только одно изменение, а скорее дополнение. Критика там действительно очень существенная. Отмечу, что глава Венецианской комиссии Джани Букикио лично после заседания вызвался дать нам комментарий. И вот предлагаю послушать, что он сказал. Окончательное решение Венецианской комиссии таково. Закон негоден. Документ нужно пересмотреть и изменить. Необходимо избежать политизации закона. Он не должен стать инструментом мести политическим оппонентом. Илюстрация должна проходить в строгом соответствии с Конституцией Украины и европейскими стандартами. Нельзя илюстрировать людей, которые когда-то имели отношение к Компартии. И это одно из ключевых замечаний. С тех пор прошло 20 лет. То же самое касается и чиновников, которые работали при Януковиче. Здесь отметили, что илюстрация может касаться только тех чиновников, которые несли угрозу демократии или нарушали права людей. А отмечу, что так как решение комиссии, как я сказал, было известно еще несколько дней тому назад, вчера сюда, в Венецию, неожиданно прилетела украинская делегация. В целом это не запрещено. Но вот как сказали мне в разговорах представители комиссии, практика, ну, мягко говоря, не принята. Тем более прилетели сами авторы закона вместе с министром юстиции. Кстати, скажу, что Павел Петренко пытался здесь объяснить юристам, насколько этот закон важен для Украины. И вот во время выступления украинские делегаты отметили, что ни закона о возобновлении доверия к судьям, ни закон о люстрации судей, по сути, в Украине не работают. И поэтому провалить закон о люстрации власть просто не может. Еще утром министр, кстати, в интервью нам и другим агентствам заявил, что якобы переубедил комиссию, что всю критику убрали, замечаний больше нет. Но скажу, мягко говоря, это совершенно не так. На самом деле все наоборот. Глава Минюста умолчал, что решение, по сути, добавили только одним пунктом. Венецианская комиссия просто предложила нам помощь в устранении всех тех проблем, которые здесь озвучили. Что касается сегодняшнего мнения, именно так решение Венецианской комиссии называется, оно окончательное. То есть именно вот этот закон больше рассматривать не будут. Комиссия проанализировала текст закона и выслушала объяснение министра юстиции Украины и украинской делегации. Касательно этого варианта закона выводы окончательные. Мы готовы рассмотреть справки, которые, надеемся, внесет Украина. Но решение по этому тексту финальное. Кстати, тоже удивительно, но направила этот документ рассмотрение не Украина. Хотя обычно именно власти страны направляют свои законодательные акты. Именно в мониторинговом комитете, в парламентской ассамблее Совета Европы попросили это сделать. Как лично сказала мне одна из делегатов, текстом закона там очень встревожены. В том числе тем, что украинские суды уже начинают заваливать исками иллюстрированных чиновников. Пока что их 260, но вскоре может быть намного больше. Напомню, Арсений Ценюк сказал, что под иллюстрацию может попасть до миллиона человек. Не исключено, что эти иски могут попасть и в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Так или иначе, Украине дали три месяца на разработку нового текста. И если закон кардинально не перепишут, то Украина рискует нарваться на серьезную критику со стороны ПАСЕ. Продолжение следует...